и не попасть на такую тактику, которую мы до этого посмотрели. Таль ответил. Конь h5. Нападает на ладью g7 и угрожает ещё такой шаг, конь f6. Задание. Выберите из двух ходов ладья берёт на g5 или ладья h7. Какой из этих двух ходов был сделан гроссмейстером Платоновым в партии. Ладья берёт на g5. Была бы ошибкой. Ферзь берёт на g5. Но идея типа отвлечения, потому что тогда берётся ладья на d4. Но после ферзь g8. Ферзь g5 шаг снова. Получается ничья вечным шагом. А вот взятие слона в этой позиции было ошибкой. Следовало ферзя 1 шаг. Кd2. Ферзь берёт на e5. И коню некуда ходить. Конь h5 попадается в сетку. Вот в таких позициях, когда на месте ферзя стоял бы слон, он бы этого коня... То есть, как бы он ему тоже не давал ни одного поля. А когда здесь стоит ферзь и нападает на коня, то это выигрыш коня. Потому что защиты этого коня, например, ходом ферзь h8 у белых нет. Так как поле h8 также держится чёрным ферзём. То есть, в этом варианте бы выиграли чёрные. Но после ферзь g5 правильного хода была ничья вечным шагом. А значит, ход ладья берёт на g5. Плохой для чёрных, так как он выпускает их перевес. И в партии был сделан ход ладья h7. Это сильнейший ход. В этой позиции, если бы Таль пошёл g6, нападая на ладью, отдавая коня, чтобы после g7 проскочить ферзи. Но здесь есть ход просто король f7, потому что король находится близко от пешки. Он задерживает пешку, а материал у чёрных уже две лишних фигуры. То есть, это был бы плохой ход. После ладья h7 Таль пошёл коне в 6 шаг. И партия как бы вступает в следующую фазу. Конь берёт на f6, еf. Таль создал себе две проходных пешки, которые уже находятся близко к полю превращения. У чёрных лишний слон, который пока, в общем-то, как бы не играет. Но он защищает что-то. Пешку e6 как-то защищает. Но он ещё не сделал в этой партии ни одного хода. Но он лишний. И ход сейчас чёрных. Платонов играет ладьи h1, шаг. Король b2, правильный ответ. Но теперь Платонов играет ладьи h4. Связка ладьи. Что делать белым? Значит, беда Михаила Таля в этой позиции. Что он не может как-то отойти этой ладьёй, например, на d3. Потому что следует размен ферзей. И после размена ферзей чёрные остаются с лишним слоном, а король задерживает пешки. Собственно, там король и ладья, наверное, тоже задерживают пешки. И с лишним слоном чёрные выигрывают. И поэтому нельзя отходить ладьёй. Таль сыграл c3. Защитил ладью. Задание. Ход чёрных. Выберите из ходов. Ладья берёт на d4. Размен ладей. И вот задание ладья. Или ладья h2 шах. Какой из этих двух ходов был сделан в партии? Ход ладья берёт на d4 не был сделан. cd. Например, здесь если пойти король f7, ферзь d3, угрожая шахом с поля h7, ферзь b4, ферзь h7 шах, король e8, ферзь g8 шах, король d7, f7. И пешка уже почти превратилась в ферзя. Но чёрных спасает то, что они могут дать вечный шах. После ферзь берёт на d4. Получалась ничья. Но чёрные с лишней фигурой в этой позиции. Поэтому, видите, надо было рассчитать, что ладья берёт на d4. Вообще, после cd по компьютеру сразу равная позиция. Вот он уже видит здесь, что это ничья. Потому что угрозы белых провести пешку. И ещё в лучшем случае чёрные сами смогли сделать вечный шах. В партии был дан шах ладья h2 шах. Платонов не меняет. В этой позиции проигрывал ход король c1. После ответа ферзь берёт на b3. Нет защиты от матов. Значит, после ладья h2 надо играть король a3, как и сыграл Михаил Таль. И король белых против собственной воли пошёл вперёд. Чёрные ответили здесь ладья c2. Напали на пешку c3. В общем, сделали такой ход. Хотя, в этой позиции... По компьютеру это не сильнейший ход. Компьютер рассматривает ходы a5. Например, он считает пешкой вперёд. Он рассчитал много вариантов. Потому что тут надо считать и ходы пешками. Например, f7 шах надо рассчитывать. Тут очень много. Поэтому, может быть, поэтому и Платонов сыграл ладья c2. Ну, здесь, в принципе, вот компьютер всё равно даёт чёрным здесь значительное преимущество. Здесь он считает, что белые могли пойти ферзь d3 с такими вариантами. Ферзь a5 шах. Вот для чего ладья c2 была сыграна, чтобы после ферзь a5 шах пешка c3 была под боем двух фигур. Ладья a4 надо защищать. Ферзь c5 ещё с такой шах есть. Ладья b4. Теперь, правда, ладья g2 сильнейший ход. Задерживая пешку. g6, ладья g4, g7, f7. Ну, вот так, в принципе, задерживались пешки. А, например, вот g6 была ошибка. Если пойти сразу g6, ферзь c5 шах. Здесь так, если пойти королём вперёд, то сразу ставится мат. Или слон d7 мат, или ладья a2 мат. b4 надо сыграть. И теперь ферзь берёт на c3. Размен ферзей. И пешки задерживаются. Потом ладья становится на g3. Сзади пешек. Король близко. А у чёрных всё-таки лишний слон. Таль ответил. Ферзь h3. Он хочет пойти... Типа ферзь h8 и обрушится на короля чёрных. И плюс у него две проходных. Здесь чёрные сыграли в партии. Ферзь a5 шах. Вынуждают ход ладья a4. Теперь ферзь c5 шах. И практически единственный ход ладья b4. Ход чёрных. Задание. Выберите из двух ходов. Задание. Ферзь берёт на c3. Или a5. Ферзь берёт на c3. После этого хода следует... Ферзь берёт на c3. Ладья берёт на c3. Теперь ладья h4. Значит, ферзей удалось разменять. Но теперь ладья подключается к атаке на короля. Плюс проходные пешки. Ладья h4. Ладья g3. Ладья h8 шах. Здесь такой интересный эншпиль. Ладья с проходными пешками, а у чёрных лишняя фигура. Оказывается, что ход cd7 проигрывает партию после f7. Поэтому на шах надо играть только король f7. Ну и теперь белым лучше всего дать вечный шаг поучительным образом. Например, если в такой позиции пойти король h8, то после g6 белые выигрывают. Ладья f3. Ладья h7 шах. Кроль h8. Ф7 шах. Ладья h8 шах. Теперь можно даже забрать лишнего слона. Например, e5. Теперь дать шаг ладья g8 и превратить пешку в ферзи. Этот способ стоит запомнить, потому что он может встретиться в партии. Проходные пешки плюс ладья шах. И даже лишняя фигура у белых. Но после короля f8 правильного хода, g6, e5 шах. Если здесь чёрные сделают ошибку и пойдут король e8. Шах отсюда. g7 с шахом. И получаются похожие варианты. Белый выигрывает. Кроль g8. Но это уже речь идёт о спасении. Потому что выиграть здесь даже с лишней фигурой чёрные уже не могут. Им дай бог сделать ничью. Две пешки на шестой линии вот такие для белых. Они в принципе часто равны ладье по силе. Потому что в эндшпилях, когда такие две пешки против ладьи, ладья не может их остановить. Если король не участвует в том, чтобы остановить пешки, находится где-то далеко, ладья не может такие две пешки остановить. То есть можете для себя сделать заметку. две пешки на шестой линии равны ладье. Или можно сказать сильнее ладьи. Вот в данном случае, может быть, единственными ходами чёрные ещё удержали позицию. Но в случае какой-то ошибки, вот как здесь король e8, отойдя чуть-чуть от пешек, они проигрывали. А это значит, что ход ферзь берёт на c3, упускал выигрыш. Вот вроде пешку забрали, упускает выигрыш. Ну и Игорь Платонов разобрался в этом и сыграл a5. Игорь Платонов. Игорь Платонов. Игорь Платонов. Игорь Платонов.